А задумывались ли вы о том, что рюкзак может быть замечательным подарком? Ну, посудите сами. И удобный, и стильный, и модный, и такой необходимый. Поэтому усаживайтесь поудобнее, и мы с Гризли подкинем вам идейку, что же можно подарить мужчинам на 23 февраля. Начнем с наших самых маленьких представителей мужского пола и рассмотрим, каким же рюкзачком мы сможем их порадовать. В сегодняшнем обзоре я продемонстрирую подобранные нами модели специально для подарков. Ну, как вы понимаете, ассортимент очень широкий, поэтому я оставлю ссылочку внизу, и вы сможете перейти на сайт, чтобы ознакомиться со всем широким ассортиментом. Из этих двух моделей я бы хотела рассмотреть вот эту. Она мне безумно понравилась своим роботом, такой вот он яркий, активный, прям приглянулся мне, я уверена, что вашим малышам он обязательно понравится. Посмотрим, что же внутри. Внутри у нас одно вот такое большое отделение вместительное. Здесь есть еще такой дополнительный сетчатый кармашек. И вот на что я бы хотела прям обратить внимание, подкладка очень такая прям мужская. Здесь шестеренки, такой часовой механизм, ну, очень, на мой взгляд, стильно и прям по-мужски. Также в этом рюкзачке есть небольшое потайное отделение, я бы сказала, как раз за роботом у нас спрятано нечто интересное. Вот здесь вот такой вот маленький кармашек, сюда тоже можно будет что-нибудь положить секретное. Сзади у нас есть нагрудная стяжка на фастексе и цветоотражающие элементы. Гризли сможет удивить даже самых взыскательных представителей мужского пола. И, естественно, это наши модные подростки. У нас есть модели для школьников помладше, для школьников постарше, ну, а выбор уже за вами. А я рассмотрю обе эти модели. Начнем со школьников помладше. Я выбрала вот эту модель, потому что она мне очень запала в душу своим дизайном, потому что здесь нарисован Король Лев с одноименным фильмом, который мне прям безумно-безумно понравился. Поэтому, если здесь есть любители, такие же, как и я, этого фильма, я уверена, что вам стоит обратить внимание на этот рюкзак. Поехали. Вот здесь у нас внутри есть одно большое основное отделение. Вот такое вот, достаточно вместительное, большое. И есть здесь дополнительный карман, куда можно положить какие-нибудь канцелярские товары, тетрадки. Формат А4 сюда хорошо зайдет и поместится. Есть также карманчик здесь, на передней стороне. И он достаточно вместительный, большой. Единственное, что он не закрывается, вот этот вот карман. Но рядышком с ним находится тот, который закрывается. Вот. Вот таким образом он выглядит. Также из карманчиков здесь есть два кармана для воды. Вот так вот, ну, водичка или яблочко, что-нибудь туда. Можно будет положить. Так, закроем. И посмотрим, что же у нас есть сзади. А сзади у нас мягкая спинка. Это тоже очень важно, потому что школьники в этот момент уже начинают носить достаточно тяжелые учебники. И здорово, когда у нас есть мягкая спинка, которая разгружает нашу спину и поясницу. Также есть нагрудная стяжка с фастексом и светоотражающие элементы. Также хочу обратить ваше внимание, что на каждой из моделей есть вот такая фиксация. И вы можете ее подрегулировать так, как вам удобно. Ну что, посмотрим, что же у нас есть в старшей, более старшей модели. Здесь у нас уже немножечко меняется дизайн. Он выходит в такую более спортивную, сдержанную, скажем так, стезю. Что мне лично безумно нравится, потому что, правда, школьники в этот момент уже начинают задумываться о спортивном образе жизни. И кроме учебников могут положить с собой спортивную форму. Здесь у нас два основных отделения. И я вам покажу одно из них. Вот оно вот такое большое, вместительное. Нет дополнительных карманов, но я думаю, что они здесь и не нужны. Как раз очень удобно вниз положить, например, спортивную форму и сверху положить учебники. Здесь также есть вот еще одно такое дополнительное отделение. Я бы назвала его техническое отделение, куда вы можете положить какую-то техническую часть, необходимую вам для обучения. Рассмотрим, что же у нас есть еще. А еще есть у нас вот это вот такое интересное отделение, где мы найдем много разных карманчиков. И первое, что нам попадается на глаза, это вот такая вот замечательная штучка, на которую вы сможете прикрепить свои ключи и точно их не потерять. Здесь у нас есть также вот такие вот небольшие отделения для смартфонов и пенал. Ну и, собственно, основная часть. И еще один карманчик. Как вы видите, в этой модели прям карманов очень-очень много, так что сто процентов вы сможете положить и вместить сюда абсолютно все. Вот так вот выглядит еще вот этот вот карманчик. Но это еще не все. У нас есть два кармана для воды, для каких-то фруктиков. Сюда вы можете это все смело положить. Посмотрим, что же у нас сзади. А сзади у нас, как и в предыдущей модели, нагрудная стяжка с фастексом и мягкая спинка. Ну, естественно, куда же без регулирования. Это обязательная программа для школьников. Вот такие вот два ярких представителя классных и стильных рюкзачков. Ох уж эти мужчины. Вы не представляете, как нам иногда девушкам тяжело подобрать вам, вам, вот именно вам, подходящий подарок. Но Гризли позаботился и об этом моменте. Поэтому представляю вашему вниманию мужскую линейку. И мы сейчас с ней более подробно познакомимся. Мужчины уже в этом возрасте, они более сдержанные такие, понимают четко, чего хотят. Поэтому и цвет я выбрала соответствующий, серый. К тому же, девочки, его очень удобно стирать. Я рассмотрю вот эту модель рюкзака, потому что она мне показалась очень универсальной. Смотрите, вот так это сумка. А так, вуаля, хоп! И это рюкзак. И это очень и очень удобно. Посмотрим, что же у нас есть внутри. Начнем с основного отделения. Так, в основном отделении у нас миллион карманов. И прежде всего, здесь есть самый основной карман. Это карман под ноутбук. Сюда войдет достаточно большой размер. Поэтому даже если вы обладатель самого большого ноутбука, он туда влезет. Есть небольшой тоже карманчик для мелочи. Как раз стяжка для ключей. И самое, что важно, здесь есть USB-зарядка. Бизнесмены все меня поймут. И путешественники. Посмотрим, что есть еще. Есть вот такой вот карман. И мне кажется, интереснее и удобнее будет его рассмотреть в позиции сумка. Вуаля. Ну, он уже такой, скажем так, поменьше. Делений здесь поменьше. Всего раз-два. Ну, для какой-то мелочи очень даже подойдет. Еще, смотрите, здесь есть одна очень важная штуковина. Одним взмахом руки. У нас рюкзак становится больше. Если вам нужно что-нибудь вместить и необходимо дополнительное место, то прекрасно, что есть такая опция у него. Рассмотрим, что у нас есть в этом рюкзаке сзади. А сзади есть дополнительное отделение для планшета. Или для каких-то бумаг, которые вам нужны в быстром доступе, чтобы, знаете, так быстренько все достать. И еще, кстати говоря, здесь есть вот такая вот стяжка. Она, вы же понимаете, для чего? Для путешественников, правильно. Если вы человек, который не может без путешествий и не любите таскать все на своей спинке, то это можно спокойненько будет поместить на ваш багаж. А еще здесь есть вот такое потайное отделение карманчик. Его на самом деле очень тяжело заметить. Я с самого начала даже не обратила внимания. Видите, оно закрыто как раз под этой вот штучкой. Ну, как понимаете, здесь есть нагрудная стяжка, как везде. Как вы видите, это достаточно универсальная модель, как минимум потому, что ее можно с собой взять и на деловую встречу, когда вы хотите быть сумкой, а уже после встречи выйти оттуда с портфелем. И разгрузив свои руки, и нагрузив, чуточку нагрузив спину. Также это замечательная модель для путешественников, потому что вам не приходится думать о том, куда мне деть этот рюкзак с собой, там взять в руки или надеть на спину, но особенно, когда у вас много сумок, вы просто поставите ее на свой лагедж. И очень удобно то, что она имеет USB, то есть в любой момент вы можете подсоединиться и всегда быть на связи.